Здравствуйте любители шашек! Сегодня рассмотрим один пример на тему постановка рожна. В нем покажу интересные жертвы шашек и переходы в энчпиль. На данном примере стоит простая постановка рожна, bc5. И после боев мы попадаем на поле d6 и ставим рожон. Но самое интересное будет впереди. И надвигается такой форсированный вариант. Аб4. У черных два варианта ответа. Первый вариант аж5 и идти в дамки. Но белые встречают жертвами двумя шашек. dc7, ef4 и такое нападение. Называется самоограничение. К примеру, ходит fg5. Если пойдут ef4, то мы ставим дамку и последующим ходом займем поле c5 и закроем им путь. Если же пойдут gh4, тогда мы ходим bc5 и на g3 мы ставим дамку. Чтобы он не смог пойти на f2, у нас стоит трамплин. А когда ходит на h2, тогда мы перекрываем путь шашки e5. Ну и дамку ставить уже нельзя, потому что она ловится. Если же они делают такую присоску, ed4, тогда мы забираем эти две шашки и ходим ef6. Чтобы они не могли на тройник поставить из-за петли. А когда ставят на большую дорогу, мы закрываем путь, ставим дамку на тройник и выгоняем с большой дороги. И эти шашки проходят в дамке. С тремя единицами это уже позиция выигранная. И второй вариант у черных это пойти ab6. Выясняется, что после bc5 стоит такая присоска fe5. И соответственно уже будет ничейная позиция. Тогда белый находит еще одну жертву шашки. d e7. И нападаем bc5. Также рассмотрим два варианта. Если закрывается bc5, снова ставим рожон. И когда они прорываются в дамке, мы введем тоже в дамке. И ставим дамку на тройник, чтобы стояла петля. Если они жертвуют шашку и ставят дамку, тогда мы снова ходим в bc5. и если они ходят в gf2, то мы ловим таким образом cd6 и отдаем три шашки. Если же они будут ходить dc7, тогда стоит такая ловля. cb4 и cd6. И с последующим отрезанием шашек белые выигрывают. Просмотрим второй вариант. Если же они ходят d e7. И снова у черных два варианта. Пойти e d6 и ef6. На ef6 мы ходим dc5. И когда они прорываются в дамке, d e7, закрываем путь шашки, дамку ставить нельзя. И на bc7 мы ставим дамку. После этого размена мы ставим вторую дамку, чтобы они не могли нашей дамке мешать. Ну, а пойдет на g1 или f2, то мы просто меняем эту шашку. Нашу шашку никак не заберет. И позиция уже тоже стоит выигранная. К примеру, пошли на h4 и уже стоит такая ловля. Если же в этой позиции ходит e d6, тогда мы нападаем. Еще раз нападаем. Если ходит cb4, тогда мы подрываем поле b8 и ставим дамку. Отходить нельзя. Отрежем путь по большой дороге. А если жертвуют и идут в дамке, вилки никакой не получается. Просто ставим дамку. Самое главное отрезать шашку опять. Дамку ставить нельзя. А на этот ход мы встречаем шашку. То есть, никогда не поставить дамку. Мы можем дамкой ходить просто туда-сюда. Так, а если ходит a b4? Тогда мы размениваемся и переходим в такой энчпиль. Ставим дамку. ходим на d6. Ну и тут у белых простая задача. Как бы ни ходили черной дамкой, белым нужно две дамки поставить таким образом. И тогда, куда бы черные не пошли, уже стоит такая петля. С помощью такой расстановки и шашек и дамок, то белые уже выигрывают. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Шашки для всех. Добавил синий. Добавил синий. Зачем за evalu Soizzaire. Супер! Продолжение следует...